Чё-то не подумавший я замахнулся, тут пузырёк нужен и часа три времени. Вахтовики, кто в ночной смене посмотрит, да и молодёжь хоть узнает, что слово дружба это не только плавленый сырок в магазине. Но в конце концов это важнее, чем закон об охоте. Я так думаю. Добрый день, дамы и господа. Новая неделя, новый сюжет, новая берлашка. Надо мной смеётся жена. Почему? Вы мужики хуже баб. Вы можете висеть на телефоне по часу, вы можете, идя по улице, зацепиться языком с каким-то проходящим мимо мужиком и чесать часа два про всякую ерунду. Вы зачастую обсуждаете своих друзей за глаза. Ну что я мог ответить этой недалёкой женщине? Это у вас чмоки-чмоки, это вы о всякой ерунде говорите, откуда вы можете понять всю глубину наших глубин, о чём мы разговариваем, мы общаемся, то есть мы решаем очень важные вопросы. Она не унимается, она смеётся, она лютует, она даже меня передразнивает. Но спасибо этой женщине за то, что задала вектор, решил я поворошить это осиное гнездо. Конечно же, я готовлюсь к любому сюжету. Я запустил опрос, который был перед вами. Более двух тысяч человек ответило там на вопросы. Я ожидал этот результат. Но когда я его вижу вот так вот вживую, честно сказать, я приуныл. Наша аудитория состоит в большинстве своём из людей моего возраста. Ну, кто-то помладше, кто-то постарше. И вот эти люди, которые жили ещё в то время, которые были воспитаны на этих идеалах, вот они... 50% нашей аудитории оптимистично верят и ценят эти идеалы. Вот интересно, сколько из них, какой процент составляет молодёжь. 4% игриво горцуют, 20% плюнули на всё и выбрали, на мой взгляд, самый лёгкий путь. Ну, а 23% не вывезли этих отношений и, как мне кажется, озлобились. Не мне вас судить, но по факту 47% людей исключили подобные отношения из своей жизни. Это цифры, против них не попрёшь. Конечно же, полез в интернет. А что такое дружба? О! Я не могу рассказать вам, как надо дружить. Я не могу рассказать, как надо заводить друзей. Это всё очень индивидуально. Но мне кажется, я могу начать с того, чтобы показать и рассказать вам о том, что губит, что уничтожает, что жрёт, как ржа, вот это состояние, которое называется мужской дружбой. Так, это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Хочу вам предложить, естественно, от себя, то есть от тарабаню, а вы в комментариях поправитесь, не согласитесь. Зависть. Она есть у всех. Просто у кого-то она белая, у кого-то синяя, у кого-то сербурмалиновая в крапинку. Ну, а для меня, вот, мне кажется, что кто-то умеет её маскировать. Кто-то умеет её душить. Кто-то её прячет в самые дальние уголки. Своего сознания. А вот те глаза напротив, глаза вашего товарища, всё это видят. Не тот товарищ, кто с себя последнюю рубаху снимет и вам отдаст. А мне кажется, настоящий друг – это тот, кто сможет пережить и порадоваться за твой успех и достаток. Это очень важно, дано немногим. Следующая – лень. Очень это такая чувствительная штука в отношениях мужских. То есть, как это выглядит. Я вот кабанов кормлю, корма вожу, сижу, высиживаю, а вы приезжаете только мясо дербанить. Видел её неоднократно. Много она крепких отношений порушила. Кто-то, одна из сторон ленится, другая ей об этом заявляет. Цапу надо крутить. Цапу. На, сам делай. Не, нельзя. Я чатланин. Уйди отсюда. Глупость. Ну, вот это, как, на мой взгляд, стало сейчас национальной русской чертой. Я не знаю, откуда это взялось. Культивируется это. Или мы сами этому не противостоим. Мы не понимаем, что вдвоём это удобнее, это быстрее, это выгоднее. Простейшие вещи, а мы их не понимаем. Семьдесят первая. Гордыня. Опять же, позиционирую всё на себя, рассказываю, как это у меня. Вот я на какой-то период времени разучился говорить слово прости. Я разучился извиняться. Мне в жизни везло, меня всегда окружало много людей, и многие из них были самодостаточные, там, статусные. И они без труда, вот так вот, могли решать мои микропроблемы. То есть, ну всё, живи, радуйся, что тебе ещё надо-то? Надо было просто поддерживать отношения. Как это выглядело? Набери телефон, поздравь с Новым Годом, там, с профессиональным праздником, в день рождения отзвонись, и всё. Что происходило? Я не получал поздравления на свой день рождения. Всё, дружбе конец. Дружба подразумевает обоюдное общение, а меня не поздравили. Почему я должен поздравлять этого человека? Обычно эти отношения так и заканчивались. Вот, гордыня, одним словом. Ты что делаешь? Ты кого бьёшь? Ухи! Ухи! Деньги, презренный металл, это как лакмусовая бумажка для проверки любых отношений. Как выглядит? Да проще простого. Я купил УАЗ. Да какой там УАЗ? Я заправил снегоход. Или там, мой выстрел из арбалета стоит 4000 рублей. Я вооружаюсь, я расту по оборудованию, а мясо мы делим пополам. Возникают эти вопросы в основном от нищеты. То есть, вот когда тонко, тогда вот эта гнилуха и всплывает. Когда все вокруг богатые, все улыбаются, всем насрать. Но у нас не всегда бывает густо, сытно. Поэтому вот так вот этот нарыв и прорывается. Потом здесь вот ещё очень узкая грань. Когда и ты должен научиться отличать. То есть, когда денег нет от слова совсем, и когда выгодно говорить, что денег нет. Не знаю, у меня нет рецептов от этого. Я сам вот чую, смотрю, нечистоплотность финансовую в мужских отношениях презираю. Это сразу для меня вот табу. Извините, нам не по пути. По факту, деньги рушат любую дружу. Пацак, пацака не обманывает. Это некрасиво, родной. Крайний пункт – это недосказанность. Я её ставлю как один из главных пунктов. Вот сейчас я договариваюсь обо всём на берегу. То есть, перед тем, как сесть в лодку на переправе, я пытаюсь обо всём договориться. Я моделирую самые нелепые ситуации. Например, нас с вами взяли в плен инопланетяне-бобры за то, что мы ихнего брата задушили. И кто-то из нас, а я должен знать чётко, кто именно вот в эту субботу из нас ляжет под инопланетную гильотину за это злодеяние. Пока другие будут собирать морковь и капусту, чтобы нас из инопланетного плена выкупить. Это очень важно. Нам дано великое благо общаться. И недосказанности быть не должно. Не должно быть затаённых обид, бабских разговоров с третьими лицами, когда мы кого-то упоминаем в суе. То есть, скажи просто, Вань, да ты меня вдрючишь потихонечку-то. И огласи ему все свои доводы. Вот тогда будет намного проще. А ты что, на меня сердится? Эдис, а я на тебе три раза больше сердится. Ну что, что? Что, что? Что я? Есть у меня ещё одно вот такое наблюдение. Обязательно должен о нём сказать. Вот, ну, если есть в жизни друзья, то есть и враги. Этот процесс, он не навсегда. И зачастую вот все люди, которые на каком-то этапе были врагами, впоследствии становились, ну, если не друзьями, то хорошими знакомцами. И отношения наши процветают. Они соблюдают дистанцию. Мы уважаем друг друга за свою позицию непримиримую когда-то. А вот друзья, те друзья, которых я на каком-то периоде своей жизни считал, прямо вот друзья-друзья, они наоборот год от года становятся всё дальше, всё злее. Вот непонятная для меня Ситуёвина. Это наш друг. Сам дурак! Полтора часа снимаю сюжет и понимаю, что не вывожу. Чем больше говорю, тем больше хочется ещё что-то осветить. Ну, например, вот, не мог я пройти мимо этого. Другом нельзя рисковать. Друга нельзя ставить в то положение, когда у него нет выбора. Когда он просто молча должен прийти, то есть плохо вам, получи половину своего плохо. То есть, создавая ситуацию, всегда думайте не только о своём лице, думайте ещё о лице товарища, который окажется обязательно рядом. Какой он должен быть настоящий друг? Ну, конечно же, надо начать с самого себя. Если не проходишь сам по росту, то и отношения ваши будут такие же, карликовые. А друг? А друг он должен быть честным, принципиальным, трудолюбивым, надёжным и так далее, и так далее. Сейчас, наверное, кто-то заулыбался. Да это же я, это всё про меня. Поэтому добавим скромным и самокритичным. Дружба мужская – это прежде всего тяжёлая ноша. Это прежде всего обязанности, строгие обязанности. Это договорённость, которая даже не звучала на словах. Это самопожертвование. Это и риск. Ну, туда можно напихать всё, что угодно. Потянуть такой воз дано не всем. И если уж взялся, влез в этот хомут. Соответствуй. Вот говорят, новых друзей не бывает. А я не хочу в это верить. Вот я сейчас готов к новым отношениям. И я сейчас более готов, чем раньше. Почему? Я знаю, чего от них ожидать. Я знаю их цену. Я могу разглядеть, ну, как мне кажется, какие-то подводные камни. Каждый волен выбирать. Но вот не готов я пока разговаривать с собаками и с деревьями. Пока люди на земле есть. Вроде бы простой вопрос. Для чего нужен друг? Здесь можно долго перечислять ситуации. Но есть один пункт, о котором вы даже не задумывались. Друг нужен для стимула, тонуса и вашей формы. Даже если ваш друг по кладе сдобр и молчалив, между вами идёт противостояние. Вы оба мужчины, самцы. По умолчанию, негласно, вы всё равно соревнуетесь. Вы держите фасон. Он не даёт вам расслабиться. Вы ему. И это здорово. Соревнования всегда ведут к увеличению результата. И ещё вот. Нам иногда и не нужна помощь друзей. Нам достаточно знать, что они помогут. Это знание успокаивает и утраивает наши силы. Приношу свои извинения за потраченное время. Приглашаю всех в комментарии. Вот эти сюжеты, они, вот эти берлашки, технически снимать их не так сложно. А вот главную ценность, я считаю, это комментарии. Ты в них залезаешь, окунаешься в целый мир других эмоций людских, других людей. Радует, когда они с тобой едины по духу. Но вот сейчас и люди, которые противостоят, тоже очень интересны. Добро пожаловать в комментарии. Увидимся.